Премьер-министр провел 15 января очередное заседание Кабинета министров. В начале Иоанн Кику рассказал, что в скором времени на официальном сайте правительства будет размещен специальный инструмент, при помощи которого граждане смогут следить за реализацией плана действий Кабмина. Премьер также заявил, что обсудил с генеральным прокурором вопрос периодического информирования общественности о ходе резонансных дел. Особое внимание было уделено криминогенной ситуации в стране. В частности, Иоанн Кику потребовал от министра внутренних дел предоставить данные о ситуации с преступностью в стране, а также о числе ДТП. Павел Войку сообщил, что положение в этих областях улучшается, но пока остается тревожным. Что касается последних резонансных дел, прокуратура, рассказал министр, расследует убийство в новогоднюю ночь молодого человека в кости, что хи она же оценит оперативность и качество работы полиции. Обсудили на заседании и инцидент в Бельцах, а именно убийство молодого парня Карабинером. Павел Войку заявил, что невзирая на служебное положение или статус, фигуранты уголовных дел будут отвечать по всей строгости закона. «Рапортую со всей ответственностью, что все эти уголовные дела расследуются. Вместе с прокуратурой мы анализируем все аспекты данных инцидентов и не допустим сокрытия какой-либо информации для того, чтобы дела рассматривались субъективно». Премьер также потребовал от главы МВД, чтобы была оценена и работа руководящего состава полиции. А до 15 февраля были представлены предложения по укреплению института участковых полицейских. Также Иоанн Хику поинтересовался ходом тендеров на строительство дорог. Министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый сообщил, что из 17 уже объявлены пять. «Мы планируем выставлять на международный аукцион не более трёх конкурсов в день, потому что это будет очень большой загрузкой, учитывая объём работ и документации по этим закупкам. Мы опубликуем все тендеры. Более того, мы хотим воспользоваться платформой Outreach, в том числе сообщать об этих конкурсах через ДИП-представительство. Мы попросим МИДАИ поддержки в этом вопросе, чтобы информация о запуске тендеров дошла до заинтересованных компаний». Глава правительства также сообщил, что 22 января состоится заседание со всеми примарами страны, в ходе которого местные власти будут проинформированы об инициативах руководства Молдовы. «Сегодня утром мы провели традиционное оперативное совещание с президентом и спикером. Наверняка вы следили за ходом встречи. Есть ряд инициатив главы государства, которые направлены на модернизацию инфраструктуры в первую очередь в сёлах. Это обеспечение водой, строительство дорог, освещение, утилизация бытовых отходов и так далее. Мы договорились, что 22 января состоится заседание со всеми примарами страны, и к этому дню мы должны подготовить всю необходимую информацию. Экономический анализ уже имеется, но нужно донести чёткую информацию до примаров, потому что только вместе с местной публичной администрацией мы сможем реализовать все проекты». На заседании Кабинета министров был также утверждён законопроект, предусматривающий создание Национального совета по проблемам ветеранов войны. Председательство в нём обеспечит Министерство обороны. Также сегодня было принято решение расформировать Центр внедрения реформ. Продолжение следует... Продолжение следует...